Небольшая лекция про проектирование отказоустойчивых микропроцессорных систем. То есть, что это такое, для чего это нужно. Ну, при проектировании часто возникает вопрос, вот какая должна быть защищенность нашей системы от какой-нибудь аварии, от какой-то нештатной ситуации, от каких-нибудь непредвиденных обстоятельств. Ну, на самом деле, отвечает на этот вопрос несколько стандартов, которые используются в разных отраслях. Например, в авиации там свои стандарты, в автомобилях свои, домашняя бытовая техника тоже там свои стандарты, ну и так далее. То есть, например, критичность какого-нибудь отказа в самолете в том же, она гораздо выше, чем в какой-нибудь детской игрушке. Я думаю, вы понимаете. То есть, если, например, в детской игрушке отказал какой-нибудь узел, то она просто перестала работать. Ну, конечно, обидно, но ничего страшного при этом не произойдет. Но если, например, в авиации отказал какой-то узел, то это может привести к какой-нибудь катастрофе. То есть, катастрофа может привести к гибели людей. То есть, от того, как хорошо спроектируете вашу схему, вашу систему, могут зависеть жизни людей. Поэтому часто нужно руководствоваться этими стандартами. Ну, например, приведу пример из авионики. То, что я знаю, с чем я сталкивался. То есть, если там, например, бортовая сеть порядка 27 вольт, то стандарт допускает кратковременные скачки до 600 вольт по данной цепи. То есть, если твое устройство питается от 27 вольт, будь добр выдержать скачок до 600 вольт. И твое устройство должно работать при этом без отказа. Должно продолжать функционировать. То есть, либо восстановиться после такой ситуации, какой-то там фиксированный промежуток времени, либо вообще работать, как будто ничего не было. Ну, также вот сейчас мы рассмотрим с вами несколько схем, которые могут повысить надежность ваших устройств. На самом деле, правила там простые, просто их нужно знать, соблюдать. Ну, и, как говорится, делайте хорошо, старайтесь делать хорошо. Плохо оно и само получится. Если, конечно, у вас там стоит вопрос, то есть, каждое из этих улучшений, которые мы сейчас будем рассматривать, касающиеся особенно схемотехники, они требуют каких-то дополнительных элементов. Если у вас там партия каких-то игрушек на несколько миллионов штук, то добавление одного резистора может сильно как бы сделать вашу партию гораздо дороже, чем планировалось. Поэтому китайцы, естественно, когда делают какие-то игрушки, они сильно не заморачиваются, скажем так. То есть, дополнительный элемент для них – это очень невыгодно, это большие потери денег. Ну, давайте посмотрим, что вот мы… То есть, какие вопросы мы сегодня с вами будем рассматривать. То есть, как правильно настраивать порты водовывода, ну, или как схемотехнически их обвязывать. Как работать с прерываниями, со входом сброса, с цепями питания, с генератором, с системой контроля питания, ну, и с Watchdog. Давайте посмотрим по шагам, что же у нас тут есть. Ну, первое – питание и схема сброса. Ну, здесь вот показано на примере пиковского контроллера, но правила, в принципе, везде одинаковые. Будь то PLIS, будь то процессор, будь то любая другая микросхема. Неважно, даже если это обычная логика. По входам питания должна стоять емкость по каждому входу питания. Ну, во-первых, каждый вход питания должен быть подключен к цепи питания. Во-вторых, около каждого входа, непосредственно около ножки, должна стоять емкость. Номинал емкости, как правило, от 10 до 100 нан варьируется. То есть, в принципе, обычно это не очень критично. Ну, за исключением, если у вас там какой-нибудь высокочастотный PLIS, там открываете даташит, там рекомендуют целый набор емкостей. Десятки микрофарад, единицы микрофарад, сотня нан и какие-нибудь сотни пик. И все это должно стоять там, около каждой соответствующей ножки, либо на набор ножек. Вот. И для чего нужны эти емкости, мы с вами уже говорили. То есть, это такие некие фильтры, которые защищают, во-первых, от бросков, которые сам контроллер генерит. То есть, у нас здесь каждый выход его, это, ну, если говорить про пуш-пул, это два транзистора, которые дергают питание с каждым своим переключением, вот, чтобы шум от этого, от этих дерганий не пролез обратно в цепь, вот, ставят такие емкости. Вот. Ну и плюс, если там где-то по питанию вдруг возникла небольшая просадка, то это тоже может спасти, ну, какая-нибудь высокочастотная на короткий промежуток времени. Так же, если у вас есть цепь питания, то с ней тоже нужно быть аккуратным. Вот, цепь сброса контроллера, то с ней нужно быть тоже аккуратным. Как правило, ну, вот рекомендуется вот подобная схема. То есть, должна быть емкость, подтягивающий резистор, ну, и последовательный резистор, который, как бы, ограничивает ток в данном случае. Почему к этой цепи тоже нужно относиться бережно, скажем так? Потому что, если вдруг какая-то наводка сюда придет, и вот эта точка опустится до нуля, то контроллер сбросится. А это не всегда хорошо. Вот. Поэтому с цепью питания тоже будьте аккуратнее. Ее часто заводят на разъемы программирования. и старайтесь сделать ее как можно короче, не выводить никуда наружу там для сброса всей системы, потому что все это может быть чревато. В случае возникновения помех ваш контроллер будет сбрасываться. А это неприятно. То есть, вот что касается схемы сброса. Кварцевый резонатор. Про него мы тоже пару слов уже говорили. Где-то там в начале семестра. Что его разводка критична, на самом деле, может быть. Ну вот я привел пример из какой-то, это шито, ну, от Меловского. То есть, фирмы такой же на самом деле нет. Ну, в принципе, все ее помнят наверняка. То есть, вот у нас кварцевый резонатор. Двумя ножками, двумя дорожками подводится сигнал на входной и выходной ножки кварцевого резонатора, для кварцевого резонатора нашего контроллера. И две емкости стоят. Ну, какие правила? То есть, конденсаторы должны быть как можно ближе к нашему резонатору. То есть, здесь, в принципе, можно было развести еще и получше эту схему, на самом деле. Ну, просто привел вам первый попавшийся пример. В принципе, он имеет право нажить на существование. То есть, как можно ближе к резонатору должны ставить емкости. Резонатор должен быть расположен как можно ближе к контроллеру. То есть, вот эти провода, проводники не должны быть длинными. И земля вот этих конденсаторов должна непосредственно идти на ножку контроллера. Для того, чтобы по ней не текли какие-то там паразитные токи от других цепей. То есть, если вдруг там у вас какая-то силовая часть рядом есть, и эта земля подскочит, то кварц может просто сбиться. Вот чтобы этого не было, желательно заводить землю этих конденсаторов непосредственно на ножку контроллера. Иногда даже рекомендуется именовать полигон земляной. То есть, вместо полигона земляного отсюда прям берете дорожку и идете на ножку ГНД сигнал. То есть, вот такие простые... Не совсем понятно по этой картинке, а куда подключаются конденсаторы, к каким дорожкам? А, это дорожка. Все, я не так увидел. Я просто подумал, что черная дорожка, сейчас увидел, что серая дорожка. Серая, черная – это контакты для пайки. Нет, ну, которые черную в клетку, я думал. Просто я не сразу увидел. Нет, это окна дорожка. Так. Это кварцевый резонатор. Дальше. То, о чем я тоже вам говорил, на дипломах кто-то вопросы задавал. То есть, нужно избегать неопределенных состояний. То есть, вот, например, вы рисовали схему управления каким-нибудь реле, допустим. Неважно, биполярный транзистор, полевой транзистор и так далее. Чем плоха данная схема? Когда у нас инициализируется микроконтроллер, то есть, на это нужно какое-то время, момент подачи питания, у него все входы находятся в третьем состоянии, то есть, в высокоимпедансном состоянии или, ну, в режиме входа, короче говоря, не настроены. Как правило. Конечно, читайте даташит на конкретно взятый контроллер, но, как правило, это так. И что касается плисов, тоже. А плисы вообще могут инициализироваться очень долго, потому что у них идет чтение конфигурации из внешней памяти, и это требует какого-то времени. Так вот, вот этот транзистор может внезапно начать открываться или генерить, то есть, формировать какие-то там импульсы. То есть, у вас нагрузка внезапно при включении питания может взять да включиться, хотя не должна этого делать. Поэтому, если вы хотите, чтобы этот транзистор был гарантированно закрыт, то поставьте сюда подтягивающий резистор на землю. Или наоборот, если у вас схема рассчитана так, что при включении изначальное состояние он должен быть открыт, то тогда ставьте подтяжку к плюсу, и ваш транзистор будет открыт, пока микроконтроллер еще не пришел в ВОМ. То есть, правило простое, но требует дополнительного резистора. Опять-таки, дополнительные затраты, если у вас серийное производство какое-то. Дальше. Ну вот, например, вы захотели управлять каким-то светодиодом, мощным довольно-таки, и у вас не хватает тока одной ножки, ну или неважно, не обязательно светодиод, может быть какая-то нагрузка, которая требует большого тока. И у вас микроконтроллер, например, вот здесь. И вы хотите объединить три ножки для того, чтобы суммарный ток с этих трех ножек потек вот в ту цепь. В принципе, в логике, вот если у вас там стандартная микросхема логики, инвертор какой-нибудь там, буфер и так далее, то это допускается, так делают, там ничего страшного нет. Но в случае с контроллером, может быть, какая ситуация? Ну, во-первых, вы пишете программу и немножко ошиблись в процессе разработки. Вот этот, то есть все три ножки настроили на выход, а здесь, например, на одной из ножек вы задали единичку, ну вот здесь, а здесь задали нолик. Я думаю, вы понимаете, что будет. То есть ток потечет из этой ножки через вот эту вот цепь, потечет в землю вот этой ножки, и кто-нибудь, скорее всего, да сгорит. То есть кто из них, неизвестно, но кто-то точно сгорит. С большой вероятностью, скажем так. Чтобы этого не было, то есть здесь вот предлагается такая схема. То есть даже если вы в процессе разработки накосячили, задали на эту ножку единичку, на эту ножку задали ноль, то у вас ток потечет сначала через этот резистор, потом через этот, потом на землю. То есть ток будет ограничен вот этими резисторами. И, скорее всего, ну если резисторы подобраны правильно, у вас ничего не сгорит. То есть ваш микроконтроллер останется жив. Но опять-таки, чем мы здесь жертвуем? У нас требуются дополнительные резисторы. Опять-таки дополнительные затраты, дополнительное место на плате. Вот. Ну, тем не менее, может сэкономить вам нервы в процессе отладки платы, ну или в процессе работы. Есть вопросы по данным схемам? Нет. Хорошо. Идем дальше. То есть, повторюсь, здесь могут быть полевики, не обязательно биполярные. То есть эта нагрузка может быть абсолютно любая. Здесь просто показан частный случай, какой-то частный пример. Дальше. Защита портов водовывода. То есть у нас, например, вот если речь идет о входных портах, которые выводятся наружу вашего устройства. То есть, например, какой-нибудь импульс запуска должен приходить на ваше устройство извне, с какого-то внешнего генератора, с другого, чужого устройства совершенно. Ну, или там, не знаю, какая-нибудь кнопка, какой-нибудь сигнал с какого-нибудь сенсора, который должен прийти тоже где-то снаружи, там единичка или нолик. В общем, эти входы желательно как-то защищать, потому что никто не знает, какое напряжение вам подадут там снаружи. Что за устройство там будет, исправно оно будет, неисправно. Ну, как показывает практика, если есть вероятность того, что вот на ваш вход подадут какое-то там высокое напряжение, то обязательно подадут. То есть, если есть такая возможность у какого-нибудь стороннего устройства выдать сюда, например, там вольт 100 вместо 5, то оно когда-нибудь обязательно это сделает, поверьте. Поэтому в таких случаях лучше защищаться. Какие способы? Ну, первый способ. Ставим защитные диоды. Вот эту схему мы с вами тоже рассматривали, когда рассматривали устройство порта ввода-вывода микроконтроллера. Также наверняка, когда вы изучали цифровую схемотехнику, вам показывали эту схемку, потому что она присутствует практически в каждой комоковской микросхеме. Потому что комоковские микросхемы подвержены статике, и вот эти диодики, они там стоят внутри уже микросхемы, они защищают от статического электричества. То есть напряжение в этой точке не может быть больше, чем ВДД плюс 0,3 и ГНД минус 0,3. То есть, по сути, минус 0,3 вольта. Почему 0,3? Ну, здесь диоды шотки, у них такое падение напряжения. Иногда бывает так, что вот эти внутренние диоды, ну, недостаточно их, скажем так, способностей по току. То есть у них максимальный ток, как правило, если брать там STM-овские контроллеры, в дата-шите, ну, читайте дата-шит, там про это написано, ну, как правило, это где-то не более 24 мА. Хотя, конечно, все зависит от логики. Бывает и больше, бывает и до 100 мА, бывает, наоборот, не больше 1 мА. Поэтому вот читайте дата-шиты. Вот, если вы хотите что-то помощнее, какую-то защиту помощнее, вот ставите диодики снаружи, например, там, условно, на 1 ампер даже можно поставить в теории, и ставить ограничительный резистор, который не позволит превысить, при, допустим, ну, при ожидаемом максимальном напряжении вот здесь, в этой точке, который не позволит превысить максимальный ток этих диодов, чтобы эти диоды выжили, а тоже не сгорели. Вот, то есть вот такая вот простая защита. Еще раз, резистор R1-то только ограничивающий, рассчитывается так, чтобы при максимально допустимом здесь напряжении ток не превышал максимально допустимый ток через диоды, чтобы они остались живы в случае превышения напряжения. Вместо диодов можно использовать стабилитрон, то есть, в принципе, аналогичный случай, ну, либо вот еще открытый коллектор предлагается, ну, или открытый сток. То есть, если здесь не биполярный транзистор, а полевой, например, то можете использовать открытый сток. Ну, здесь понятно, плюсы у вас вообще получается развязка входного сигнала от вашего контроллера. И недостаток тот, что эта схема довольно-таки медленная. То есть, у нас фронт и спад, вот здесь, если у нас там был довольно-таки прямоугольный импульс, то здесь фронты и спады будут уже завалены. Причем завалены на время, которое зависит от резисторов, в том числе вот этого и вот этого тоже. Вот. То есть, это вот такой недостаток данной схемы. Ну, еще помимо всего прочего, помимо того, что здесь нарисовано, рекомендую вместо того, чтобы подавать вот этот внешний сигнал напрямую на микроконтроллер, как здесь показано, подавать его сначала на буфер какой-нибудь, ну, например, на микросхему логики, какой-нибудь логический, ну, пусть даже инвертор будет. А потом уже с выхода этой микросхемы подавать на вход микроконтроллер. То есть, так будет надежно, скажем так. Есть ли вопросы по этим схемам? А почему там будет надежно? Ну, потому что микроконтроллер – это сложное устройство, внутри которого куча-куча всяких элементов. Если там произошло перенапряжение, то шансов того, что он сгорит, гораздо больше, чем обычный инвертор. Потому что инвертор, он дубовый, он сделан по технологии, которая гораздо больше, там несколько микрон даже может быть. То есть, он более стойкий к перепадам напряжения. То есть, его сложнее сжечь. То есть, если у вас здесь что-то произойдет такое нештатное, например, или большой бросок вверх, или вниз напряжение, то, скажем так, лучше уж пусть это произойдет на входе инвертора, чем на контроллере. А инвертор не сильно будет влиять на быстродействие? А, смотря какой выберешь. Они бывают разные. Потому что, если тебя устраивает, например, они бывают с задержками, там, 10 наносекунд, бывает меньше, бывает 100 наносекунд, бывает 200, бывает. То есть, все зависит от задачи. Поэтому, если у тебя высокие какие-то частоты, там, хочешь передавать, естественно, надо смотреть на способности данной микросхемы, которую ты ставишь. Еще вопрос. Это получается для цифровых входов, верно? Да, это для цифровых входов, да. А, для аналогов такое использовать нельзя? Не, ну почему? На самом деле, для аналоговых можно использовать вполне вот эти схемы, например. То есть, здесь, если у тебя это вход от ЦП, и снаружи подается какое-то напряжение, то можно, в принципе, вполне такую схему поставить. Она ничем не будет мешать. Или вот эта схема. Она не будет мешать. Ну, а у нас на резисторе там ничего не будет падать? Смотря какой у тебя резистор там, во-первых, и какое у тебя входное сопротивление твоего ЦП, например. То есть, если у тебя здесь ток не течет, то на этом резисторе падение тоже будет какое-то минимальное. Понятно. Спасибо. Идем дальше. Так. Ну, настройка неиспользуемых выводов. То есть, вот часто бывает так, что в контроллере там, условно, сотня ножек. Из этой сотни вы используете там, в лучшем случае, 50. Например. У вас остается половина ножек, ну, незадействованных. То есть, ну, иногда, как бы, кто-то может сказать, что, ну, надо выбрать контроллер в меньшем корпусе. Но не всегда это возможно, потому что чем меньше корпус, как правило, тем меньше там объем памяти. Другие аппаратные возможности может быть там недостаточно реализованы. То есть, иногда, действительно, вот мне приходилось выбирать ПЛИС в большом корпусе ради там нескольких ножек, потому что вот, как бы, она по ресурсам мне нужна вот именно такая. Охлаждение лучше, да? А? Охлаждение же тоже лучше будет, если в большом корпусе. Ну, смотря какие частоты, смотря как охлаждение построишь. Конечно, да, ведь чем больше корпус с одной стороны, тем больше площадь рассеивания, тепла, естественно, тем будет больше охлаждения. Но мы сейчас не про охлаждение говорим, а про неиспользуемые ножки, скажем так. Так вот, все-таки, как быть с теми ножками, которые не используются? То есть, по умолчанию, как правило, там все-таки третье состояние чаще всего. И это не очень хорошо, потому что высокоимпедансное состояние по входам, но ловит все, что творится в эфире. То есть, ловит все наводки, высокочастотные, сверхвысокочастотные. И этого состояния лучше избегать. То есть, вот вариантов несколько. Либо использовать подтягивающие резисторы снаружи. Если у вас, например, это вход, микросхемы, и его нельзя, например, перенастроить на выход, то есть, это чисто вход, то лучше снаружи к этому входу поставить какой-нибудь резистор, например, на землю или на питание, в зависимости от того, что вы там хотите, ну или что удобнее сделать. Чтобы эта ножка, грубо говоря, не болталась в воздухе. То есть, вы поставите резистор, если там произойдет помеха какая-то, то она может уйти просто в землю через резистор. То есть, тока будет недостаточно для того, чтобы поднять напряжение в этой точке выше порогового напряжения на вашей логике. И, собственно, ничего страшного не произойдет. Либо второй путь. Если у вас микроконтроллер или плис, и ножки свободные, можно перенастроить на выход, если есть такая возможность, вы можете настроить на выход и подать туда нолик, чтобы у вас неиспользуемые ножки сидели на земле. Тогда, если у вас произойдет какая-то помеха, она ведется, она уйдет в землю. Бывает, что некоторые люди, вот, зная то, что если ножка висит на земле, то меньше будет проблем, берут и разводят контроллер так, что вот неиспользуемые ноги сразу заводят на землю. Просто сажают порт водовывода на землю и, типа, это хорошо. Конечно, оно хорошо, если все хорошо спроектировано. Но часто такие люди сталкиваются с такой проблемой. Он пишет код, настраивает порт водовывода каким-то там образом, случайно не так. То есть настраивает его на выход, подает единичку и сжигает вот этот транзистор. Потому что у вас вот этот выход висит на земле, ток течет через этот транзистор, ничем не ограниченный, и этот транзистор выгорает. Это нехорошо. Это может привести к каким-то негативным последствиям для работы контроллера. Конечно, это можно не заметить. Бывает так, что ножка сгорает, а все остальное работает, но бывает и иначе. Поэтому не делайте так, как я вот сейчас сказал. То есть ни в коем случае неиспользуемые ножки, которые можно настроить на выход, то есть выходные ножки микросхем, я бы так даже сказал, ни в коем случае не вешайте на землю, даже если там гарантированно должны быть ножки на этих выходах. Лучше повесить резистор снаружи, тогда в случае ошибки ничего не сгорит. Идем дальше. 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 Ну, как я уже говорил, что порты ввода-вывода уже имеют водные диоды. И иногда для того, чтобы защитить ножку от перенапряжения, достаточно просто поставить последовательный резистор, номинал которого выбирается таким образом, чтобы при каком-то максимальном ожидаемом напряжении вот здесь, снаружи, ток через вот эти диоды не превышал их предельное значение. То есть, вот такую схему подобную мы же с вами рассмотрели ранее. Аналоговые парты. То есть, вот в микроконтроллерах часто, и в призах бывает, некоторые ножки можно настроить как вход на логоцифовый преобразователь. Например. Как правило, эти ножки содержат такой вот двунаправленный ключ на транзистор комоковских. Такую схему ключа вы должны были тоже изучать на курсе цифровой схемотехники. Так вот, если на вход такой схемы подать напряжение больше, чем VDD плюс 0,4, то этот ключ просто будет открыт. То есть, он откроется и напряжение пойдет прямо на вход ЭЦП. Даже если у вас он выключен. Если у вас ЭЦП выключен, то напряжение все равно на него попадет. То есть, этот ключ якобы закрыт, вроде как ничего страшного. Так вот, ничего подобного. Поэтому с аналоговыми входами тоже будьте аккуратны. Даже если он в режиме цифрового входа, а не аналоговый. Входы прерываний. Прерывания по фронтам, как вот здесь написано, чувствительный к шумам. Почему? Потому что у вас, я вам рисовал как-то на лекции. Сейчас, может быть, даже давайте попробуем еще раз нарисовать. Так. То есть, у нас есть какой-то импульсный сигнал, который приходит на вход контроллера. то есть, вот как бы все, все как в идеале должно быть. На самом деле по входу могут быть какие-то перерегулирования, выбросы. Ну и, скорее всего, на самом деле у вас сигнал будет иметь какой-то такой выброс снаружи. Ну вот такой. И, соответственно, это может привести к внезапным ложным срабатываниям нашего прерывания. То есть, вход прерывания может зацепиться за вот этот фронт, вот за этот, за этот там. Ну, все зависит от амплитуды вот этих выбросов и так далее. Так, сейчас секунду, вернемся обратно. Вот. Чтобы этого не было, ну, первое, как мы с вами боролись с этим, мы делали просто задержку на какое-то время. То есть, происходит прерывание, делаем задержку, еще раз считываем состояние ножки. Если оно в нужном состоянии, тогда производим обработку прерывания. Если же вдруг там, то есть, мы ожидали единицу, а там оказался ноль, значит, считаем, что это ложное срабатывание какое-то и не обрабатываем это прерывание. Также еще рекомендуют проверять вход прерывания несколько раз. То есть, не один раз вот произошло прерывание, проверили, вышли. А для убедительности, например, считать состояние линии раза три, если там действительно единица три раза появилась, значит, обрабатывать событие. В противном случае просто игнорировать. Ну, естественно, данный метод несет в себе недостатки. То есть, время от момента наступления вот этого фронта до начала обработки оно увеличивается. Соответственно, в некоторых случаях это время жестко ограничено и такой способ будет непозволителем. Поэтому, если вам нужно как-то очень быстро обрабатывать аппаратные внешние импульсы, внешние прерывания, тогда решайте проблему с вот этими выбросами аппарата. согласовываете линию, ставьте какие-нибудь фильтры аналоговые снаружи, а потом обрабатываете уже по фронту, как мы это делали на лабах. Ну, собственно, здесь дальше как раз и написано. То есть, используйте терминаторы для уменьшения перетражений. Ну, и разводка печатной платы с минимальной восприимчивостью к внешним помехам. То есть, на самом деле, от разводки печатной платы также многое зависит. Если у вас там схема нарисована правильно, развели ее просто абы как, она может вообще не заработать. Особенно, если это касается каких-то высокочастотных схем, например, там работа с тем же даже USB. Если вы USB-линии развели плохо, то вы можете просто ничего... То есть, у вас может ничего не запуститься, хотя вроде как все казалось бы схема правильная. Так, идем дальше. Так, сторожевой таймер. Так, ну прежде чем перейти к сторожевому таймеру, еще один момент, почему-то он у меня здесь упоминался, но здесь почему-то у меня слайд куда-то выпал. это сброс... То есть, это супервизор питания. То есть, что это такое? Вот это мы с вами очистим. То есть, например, у вас есть схема, на схему начинает подаваться какое-то питание. после включения подачи, включения источника питания оно начинает нарастать каким-то образом и дорастает до какого-то напряжения, например, 3,3 вольта. То есть, здесь у нас был 0, здесь у нас 3,3. И вот у нас питание нарастает, нарастает плавненько, все хорошо. И контроллер начинает работать там вот какого-то напряжения, ну, может там порядка 2,4 вольта ему уже достаточно, чтобы он начал работать. То есть, контроллер начинает запускаться условно где-то вот уже здесь. Вот в этот момент времени начинает консилизироваться. И, например, условно вот к этому времени он уже может там быть готов к работе. Но тут какие могут быть моменты? Первое. Другие схемы, которые расположены на вашем, на вашей плате, еще могут не работать в полную силу. То есть, они еще могут не инициализироваться, они еще могут не готовы быть к работе. А контроллер будет уже чего-то от них хотеть. Ну, например, там считывать данные с ЦП, выводить данные на ЦАП. Вот. И это нехорошо. Вот. Служит несколько, то есть, есть несколько способов, как вот это дело обойти. Ну, бывает, некоторые контроллеры включены в состав таймеры, которые, ну, так и называется, Power On Timer. То есть, как только подается питание, контроллер в этот момент начал чего-то соображать, и он включает, запускает таймер. Таймер по включению питания, который делает задержку на какое-то время и включает, включает, то есть, запускает работу программы контроллера только через какую-то фиксированную задержку. То есть, тогда, когда уже у нас гарантированно напряжение выставилось на нужный уровень, ну, и, собственно, можно работать. То есть, это вот первый, такой самый простой, самый дубовый способ защиты от этой ситуации. Второй способ защиты, это использует супервизор питания. То есть, это устройство, которое следит за напряжением питания и держит контроллер в состоянии сброса до тех пор, пока это питание не достигло какого-то там уровня, который мы, собственно, допускаем, при котором мы допускаем запуск нашего контроллера. Ну, вот какой-нибудь вот такой. Таким образом, что получается? У нас питание нарастает, нарастает, контроллер. Как бы уже может работать, но ему пока не разрешают, потому что питание не наросло до нужного уровня. Контроллер висит в сбросе. Дальше питание пошло вверх. Как только оно превысило допустимый порог, система отпускает сброс, ножку сброса микроконтроллера, и он начинает выполнять свой код. Ну, такие системы иногда встроены внутрь микроконтроллера, иногда их используют как внешние микросхемы. Есть внешние микросхемы, так и называются супервизоры питания, которые ставятся на плату, в вашу схему встраиваются и следят за напряжением. Здесь какой еще момент есть, что если, например, напряжение, во-первых, чем это лучше, чем таймер? Потому что тем, что напряжение иногда может нарастать с разной скоростью, а таймер у нас будет всегда на фиксированное время делать задержку. Во-вторых, здесь, например, если у нас произошел какой-то провал питания, то есть произошла какая-то нештатная ситуация, то иногда нужно сбрасывать в этом случае контроллер. То есть, например, такой провал произошел, вот в этот момент времени контроллер будет сброшен. Здесь будет пересет. Так. Ну вот, как бы простой пример. Могу сказать, что вот, например, плисы некоторые, сплдшки, фпгашки тоже, ну то, с чем я сталкивался на своем опыте, они очень не любят либо затянутые фронты включения питания, либо какие-то там выбросы при включении питания. То есть, например, у вас какой-нибудь источник, который включает напряжение вот каким-то таким образом. Бывают такие источники. Для каких-то применений это не критично, но вот я лично сталкивался с тем, что вот если на плис подавать питание вот таким образом, например, ну вот, на цплд точно, на фпг тоже, по-моему, такое наблюдал, то она просто после вот такого сюрприза превращается в камень. То есть, она перестает работать, то есть, питание подали, как бы все остальное, вся схема работает, кроме плиса. Плис не загрузила конфигурацию, она висит камнем. Поэтому вот в таких случаях нужно использовать, опять-таки, микросхему супервизора питания. если у вас где-то снаружи возможно вот такая ситуация, что вам подадут питание не монотонным нарастающим фронтом, а с какими-то провалами, то лучше от этого избавиться, поставив какой-нибудь внешний ключ, чтобы питание подавалось на вашу микросхему уже где-то вот в этот момент времени, когда скажем так, наросло до нужного значения. Идея ясна? Супервизора питания. Идея ясна? Просто вот эта зеленая штука, которую вы нарисовали, получается, если используется супервизор, то он просто сбросит контроль в процессе работы, и он с нуля начнет работать. Да, если у вас вообще не здорово. Ну, смотря какой провал, то есть иногда может быть и ничего страшного там нет. Иногда бывает так, что лучше сбросить, чем продолжать работать некорректно. То есть у провала что-то может тоже пойти не так где-то в каких-то других схемах, например. У меня может даже в самом контроллере, то есть он в принципе может и... Если этот провал будет больше, он в принципе и так сам сбросится. Конечно, да, есть такой недостаток. Здесь тоже нужно смотреть на то, что вам необходимо. Еще есть какие-то вопросы? тогда идем обратно в нашу презентацию. Сторожевой таймер. Мы с вами его изучали. Изучали, что это такое, зачем нужен. Все знают, что это устройство, которое служит для сброса микроконтроллера в случае какой-то там нештатной ситуации. Например, если он зависит. То есть напомним механизм действия. Это таймер, который считает как правило от нуля до какого-то максимального значения. И в случае, если досчитывать до максимального значения, он сбрасывает микроконтроллер. Чтобы он не досчитывал до максимального значения в случае нормальной работы алгоритма, мы должны его обнулять внутри нашей программы. В случае с STM, конечно, там считают он не с нуля до максимального значения, а наоборот сверху вниз. Но в сути это не меняет. Если он досчитал до нуля, то контроллер будет сброшен. Многие считают, что раз у меня есть стражевой таймер, то зачем мне делать какие-то там таймауты и стражевой таймер справиться. На самом деле это неправильный подход, потому что стражевой таймер это прям последний рубеж, это последняя надежда на спасение в случае, если что-то пошло не так. То есть если вы можете предугадать какое-то там место в коде, в котором может произойти зависание, ну, например, ожидание окончания калибровки АЦП, ожидание окончания там приема какой-то информации, то есть особенно если это касается какого-то внешнего устройства, то есть независимого, то есть что-то независимое от вас. Тогда нужно делать какие-то таймауты и в случае таймаута выдавать какую-то ошибку, но не сбрасывать контроллеры целиком. Сброс контроллера это уже какая-то нештатная ситуация произошла, что-то непредвиденное, то есть что-то прямо пошло не так, скорее всего, даже аппарат внутри контроллера, то есть куда-то он вылетел не в тот участок кода из-за какой-то помехи или еще из-за чего-то. То есть вот что-то нехорошее, какими словами. Ну, по поводу настроек стражевого таймера, ну, вот здесь на слайде есть несколько моментов указано. То есть период сброса он должен быть, то есть его тоже нужно выбирать как-то аккуратно. То есть он не должен быть очень большим, чтобы в случае чего сброс происходил максимально, ну, вернее, восстановление из зависшего состояния происходило максимально быстро. А с другой стороны, если вы сделаете его прямо впритык, то вы можете нарваться на какие-то ложные срабатывания. То есть время выполнения проверок каких-то должно быть максимально, то есть намного меньше, чем период сброса таймера. Ну, это примерно то же самое, что я сказал, что таймер должен быть настроен не впритык, а с каким-то запасом. Ну, и период стражевого таймера должен быть на порядок больше выполнения критически важных узлов. То есть это тоже примерно то, что я хотел сказать. Ну, и про обнуление. То есть какие правила? Ну, нельзя обнулять безусловно. То есть вот как иногда делают. У нас включился стражевой таймер, работает код, и где-нибудь в основном цикле, цикле while, производит его безусловное обнуление. Считается, что если все хорошо, то если он в этот цикл попал, значит все хорошо. Так делать нежелательно, потому что ну, почему, посмотрим дальше. То есть лучше контролировать состояние выполнения программы, проверять какие-то дополнительные флаги, потому что безусловное обнуление оно может не защитить, то есть оно может не увидеть какого-либо какой-то нештатной ситуации, которая произошла при выполнении кода. То есть желательно делать, то есть есть как бы два метода, которые мы сейчас рассмотрим, это обнуление с проверкой флагов и периодическое обнуление с контрольным состоянием. Давайте рассмотрим эти два способа. Первый обнуление с проверкой флагов, то есть как это работает. Вот у нас есть какой-то регистр флагов, в котором есть несколько состояний, которые хранят в себе несколько состояний выполнения каких-либо функций. Вот в данном случае показывают пример с четырех функций, которые выполняются подряд. Функция один, функция два, функция три, функция четыре. Каждая из этих функций делает самодиагностику и выставляет флаг, правильно ли она отработала или неправильно. То есть если правильно, то флаг не выставляется соответствующий, то есть отработало хорошо, флаг не выставился, это тоже хорошо, отработало не выставился, после четвертой функции здесь все по нулям, никаких флагов сброса не было наоборот. Сейчас, секунду. То есть если функция отработала хорошо, то мы ставим флаг сброса таймера, потому что у нас сброс таймера, это значит, что мы не делаем сброс контроля. То есть выставили все флаги в состоянии сброса, все флаги зеленые, значит стражевой таймер нужно будет сбросить. Если же какой-то из этих флагов, то есть какая-то из функций выполнена некорректно, то есть не выставлен флаг сброса стражевого таймера, то стражевой таймер переполнится и произойдет сброс контроля. Ну, какие есть преимущества и недостатки? преимущества это простота, наглядность, то есть ресурсов не требует никаких по сути. А к недостаткам можно отнести следующее, что все функции должны выполняться вот обязательно и безусловно. Неважно, нужна мне функция 1, не нужна мне функция 1 вот в данный момент времени при выполнении кода, я должен ее выполнить. Иначе, если я не перейду в функцию 1, то она не выставит флаг сброса и сторожевой таймер сбросит контроллер. Вот такой очень неприятный недостаток. Ну, и требует, чтобы все функции выполнялись в пределах интервала сторожевого таймера. То есть время выполнения всех функций должно быть либо одинаковым, либо, если, например, все функции выполняются условно за 10 микросекунд, а одна функция выполняется условно за 1 секунду, то сторожевой таймер нам придется настроить на время более чем 1 секунда. То есть это получается тоже нехорошо, потому что ради одной функции увеличивается период сторожевого таймера настолько не совсем правильно. То есть если сбой произойдет в какой-то функции, которая выполняется быстро, нам все равно придется ждать целую секунду до того момента, пока не сбросится сторожевой таймер. Ну и второй способ это обнуление с контрольным состоянием, то есть пример кода какого-то. То есть у нас устройство может находиться в каких-то условных режимах работы, скажем так. То есть например, может быть режим калибровки, режим работы, режим ожидания, режим тестирования, режим измерения. В каждом из этих режимов контроллер может находиться разной промежуткой времени, например. ну и выполнять какие-то действия только в указанном то есть которые относятся только к указанному режиму. например, 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 то есть у нас если ну если мы пытаемся например установить время на часах на каких-нибудь, то в это время не должно отображаться например текущее время. То есть если вдруг произошла такая ситуация что мы сейчас находимся в режиме конфигурации а вот в эту функцию пришло сообщение что у нас в режиме конфигурации происходит какое-то штатное действие которое не должно происходить в этом режиме то мы должны сбросить систему потому что что-то пошло не так. Вот как-то так. Ну здесь какие преимущества и недостатки то есть здесь преимущества то есть мы контролируем состояние работы системы то есть можем понимать насколько то есть даже насколько правильно работает именно вся система не просто наша функция которая выполняет какую-то маленькую задачу а именно система в целом также не обязательно чтобы одна функция обрабатывалась в пределах одного периода строжевого таймера то есть например у нас как я приводил пример есть несколько функций которые выполняются за 10 микросекунд одна функция выполняется за одну секунду то есть мы ставим строжевой таймер на 20 микросекунд и ждем там несколько периодов этого строжевого таймера пока не выполнится там третья функция то есть мы знаем что она выполняется долго не один период строжевого таймера и не сбрасываем контроллер до тех пор пока количество периодов не достигнет нужного нам значения ну и к недостаткам относится все-таки сложность данного метода что мы должны аккуратненько все тщательно проработать продумать все ситуации в которых может находиться все состояния в которых может находиться наша система и рассчитать вот эти времена количество периодов строжевого таймера которое нужно на выполнение каждой задачи то есть такая очень требуется дотошность проработки еще одна ситуация когда у нас например есть сторонние библиотеки то есть если у нас какая-то своя функция тут все понятно мы можем там строжевой таймер обнулять внутри своей функции где-то там в процессе работы ну или проверять скажем так если у нас сторонняя библиотека то мы не имеем права лезть в ее код ну вот ситуация простая например у нас строжевой таймер настроен на 100 микросекунд условно функция библиотечная выполняется за 200 микросекунд то как нам быть ну вот здесь приведен такой простенький пример что мы перед тем как запустить какую-то библиотечную функцию которая выполняется дольше чем один период строжевой таймер выставляем какой-то флаг который сигнализирует о том что сейчас будет выполняться функция какая-то долгая которую нужно подождать нужно дождаться выполнения данной функции и указываем что данная функция будет выполняться например за 10 тактов строжевого таймера то есть не быстрее никак ну и дальше простейший алгоритм то есть если мы после выполнения данной функции вышли там все хорошо то есть прошло 10 периодов строжевого таймера и функция выполнилась нормально отработала нормально то ничего не сбрасываем контроль не сбрасываем идем дальше вот если же за 10 тактов строжевого таймера данная функция так и не выполнилась то нам нужно не сбрасывать строжевые таймеры иными словами сбросить процессор значит что-то пошло не так ну грубо говоря поэтому алгоритм перейти вот ну просто строжевые таймеры в общем целом все какие еще бывают методы повышения отказоустойчивости ну во-первых я говорил что есть куча стандартов вот ну есть как бы такие общие правила общие рекомендации что называется ну первое это самодиагностика что значит если у вас устройство какое-то должно выдавать какой-то сигнал в каких-то пределах желательно проверить что оно то есть делать предусмотреть в схеме узел который позволяет проверять работоспособность самой себя самой этой схемы ну например из личного опыта там какой-нибудь измеритель параметров там диодов транзисторов неважно у него есть источник питания какой-нибудь который нужно задать то есть источник напряжения регулируемый программируемый в диапазоне условно там от 0 до 600 вольт и вы должны быть уверены в том что когда вы производите проверку вашего диодика или транзистора что вы задаете вот прям нужное напряжение что у вас источник напряжения грубо говоря цел и он работает правильно работает вы должны предусмотреть схему которая делает следующее вы подаете например 0 вольт задаете на этом источнике задали измерили внутренний каким-нибудь внутренним дополнительным ацп действительно там 0 вольт потом задаете половину диапазона 300 вольт задали опять-таки тестовым ацп проверяете какое-то напряжение ну получилось 300 вольт задали 300 измерили 300 потом задаете 600 вольт задали измерили получили Все хорошо. Если вдруг вы, например, задали напряжение 600 вольт, а на выходе получили не 600, а 500, значит, нужно трубить тревогу и говорить, что у нас устройство неисправно, что этим устройством пользоваться нельзя. Что нельзя дальше, например, проверять те же самые диоды или транзисторы. А нужно идти в сервисный центр. То есть вот что такое самодиагностика. В случае, если вы, например, ее не выполните, вы начнете измерять ваши диоды. При напряжении не 600 вольт ожидаемых, а при напряжении 500 вольт. И это может очень плохо сказаться на качестве выпускаемой ваннепродукции. То есть может стоить очень больших денег. Такая ошибка. Дальше. Контроль выполнения программы. То есть то, о чем мы говорили при изучении стражевого таймера. То есть проверка состояния периферии, то есть контроль данных, входных параметров, функций. То есть, например, у вас в третьей лабе там у многих был, да у всех там был параметр, который можно было вводить с клавиатуры. Ну, например, установить период мигания светодиодиком и там в пределах от 0 до 100 у вас там должно было быть входное значение. Я всех просил делать проверку вот этого значения за выход за допустимые пределы. То есть чтобы если человек ввел не 100, а 110, то ваша программа ругалась бы. Потому что если бы вы эту ошибку не сделали, то последствия, которые могли бы произойти в случае, если там кто-то ввел значение больше, чем 100, они могли быть печальными. То есть процессор мог бы вообще даже зависнуть, смотря как код построен. Ну или вылететь в какой-нибудь хардфаут или ошибка доступа к памяти или что-то типа того. Короче, бы процессор зависел. То есть если возможно предусмотреть всякие проверки, то лучше их, конечно, сделать. Дальше. Блокировка ответственных участков кода. То есть, например, память программ, безопасный режим, настройки стражевого таймера и так далее. Ну, чтобы в процессе работы, то есть как простой пример, то есть заблокировать изменение какого-то участка памяти, чтобы в процессе выполнения программы этот участок памяти случайно каким-то образом не поменялся. То есть если он не должен меняться, то желательно это вообще запретить. Ну, стражевой таймер понятно. Это мы только что рассмотрели. Восстановление после сбоя. Это вот опять-таки, если у нас есть какая-то там система, которая работала, произошел сбой, например, по стражевому таймеру, мы должны как-то об этом кому-то сообщить. То есть записать влог, ситуацию произошедшую, то есть текущее состояние на момент вот этого сбоя, например, там какую-то телеметрию записать. Потом автоматически, самостоятельно восстановить работоспособность, если это возможно. Ну, и безопасный режим. Вот тут он упоминался несколько раз. То есть это такой режим работы программы, когда у нас нужен для чего? Например, чтобы сообщить о неисправности. То есть вы перезагружаете контроллер какой-нибудь там другой, из другой области памяти загружаете программу, которая использует минимум аппаратных ресурсов контроллера. И задача данной программы минимальна. То есть сообщить о типе неисправности, например, о телеметрии на момент неисправности. Ну и вообще, если данный режим работы, возможность делать там от какого-то независимого кварца, то это вообще замечательно. То есть даже если у вас сломался кварцевый резонатор, вышел из строя, то система сможет работать хотя бы в безопасном режиме и сообщить о каких-то проблемах. Ну и резервирование. То есть избыточность, дублирование. Если вы хотите, чтобы у вас данные в памяти не потерялись, не затерлись, то рекомендуется, если позволяет, конечно, объем памяти, их дублировать. То есть если какие-то ответственные, какие-то калибровочные коэффициенты, например, для вашего устройства, хранятся в ПЗУшке, и ПЗУшка, чем она плоха, что она внезапно может очиститься. То есть все было хорошо, а потом внезапно вдруг данные из этой ПЗУ стерлись или неправильно считались, тоже второй вариант, менее страшный, то избежать такой ситуации, в общем, можно, например, дублированием данных либо в соседней ПЗУшке, либо в этой же ПЗУшке, чтобы в случае какого-то сбоя можно было восстановить правильные данные. Ну вот, что касается данной лекции, наверное, все. Есть вопросы? Вопросов нет.